МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала СИБИСИ продолжает передача «Экономика дня» в студии Хаэла Мамедова. В этом выпуске мы обсуждаем коммерческие поставки азербайджанского газа в Европу. У нас в гостях в студии Ильгар Мехти, юрист-международник, а также руководитель и учредитель консалтинговой компании Эквита. Ильгар, да, еще раз здравствуйте! Большое спасибо за то, что уделили нам время. Здравствуйте! Спасибо за приглашение! Да, мы всегда рады вас приветствовать и надеемся, что почаще будете нам приходить. На связи со студией по зум-связи из Москвы Александр Фролов. Александр Сергеевич, здравствуйте! Вы заместитель генерального директора Института национальной энергетики. Так, еще раз здравствуйте, дорогие гости! До начала эфира мы с вами немного обсудили вопросы, поговорили о теме дня. Давайте также начнем беседу с нашу, все же, Ильгар Бейсвас, и по поводу как раз поставок газа, по поводу контрактов долгосрочных, которые были подписаны. Я знаю, что поставки газа по южному газовому коридору, поставки азербайджанского газа, они рассчитаны на 25 лет. Да, речь, как понимаю, идет лишь пока о 10 миллиардах кубометров, именно в Европу. Мы не говорим о тех 6 миллиардах кубометров, которые поступят по южному газовому коридору, согласно подписанным тем же соглашениям, в Турцию. Есть ли возможность, учитывая все, что сейчас происходит, в одностороннем порядке, идти речь или возможность о расторжении контракта? То есть, или, например, его продление, какое-то временное прекращение. Чем это может обернуться той или другой стране? Хорошо, все верно. На самом деле контракты, они долгосрочные, они действительно подписаны на 25 лет вперед. Причем они были подписаны задолго еще до строительства трубопроводов. Если не ошибаюсь, было подписано 12 контрактов с различными покупателями в Европе, чтобы диверсицировать потенциальных покупателей. Ну, а если говорить о том, возможно ли в одностороннем порядке аннулирование, прекращение со стороны, я так понимаю, покупателей... Да, я учитываю ситуацию просто сейчас на рынке и то, что происходит в мире. Все верно. Но тут, на самом деле, все эти вопросы, они рассчитаны на несколько лет вперед. То есть, нельзя однозначно сказать, что у покупателей есть такая возможность. Почему? Потому что эти контракты, они ведь структурированы по принципу take or pay, бери или плати, по которому покупатель обязуется забрать все объемы законтрактованного газа. Если же эти объемы вдруг окажутся невостребованными в тот или иной сезон, неважно по какой причине, это может быть спад в потреблении, может быть другие причины, неважно, то они, тем не менее, обязуются возместить всю стоимость выделенных поставок для них. Это все достаточно логично, четко вписывается в рамки существующих международных соглашений по газовым поставкам, потому что иначе продавцы, в данном случае, это инвесторы по консорциям Ишар Денис, они не могли бы планировать свои долгосрочные расходы, все эти инвестиции, вложенные в проекты, все это нужно заранее учитывать. Заранее учитывать, но никто не застрахован от рисков. Я права, Александр Сергеевич? Ну, вы правы, безусловно, но в данной ситуации, как я понимаю, 25 лет, это скорее вопрос об определенной формуле цены, которая будет продолжать действовать этот период. И пересматривать, я опять же, учитывая, что инвестиции выделялись, исходя из вот этой формулы цены, исходя из этого срока, и учитывая, опять же, что в текущем году, как я понимаю, проект даже не планировалось выводить его на 100% мощности, это обычный постепенный процесс, который занимает от 2 до 3 лет, ожидать, что какие-то сиюминутные процессы, которые происходят на рынке, на газовом рынке Европы, могут как-то сказаться на столь долгосрочном контракте, цены не приходится. То есть, то, что может, даже если бы сейчас повторилась ситуация 2020 года, вряд ли кто-то стал бы бегать и требовать пересмотра подобного контракта, учитывая, опять же, достаточно продолжительный срок его действия, и учитывая, что, опять же, ну, тут я могу только присоединиться к мысли о выделенных инвестициях, которые рассчитывались, опять же, исходя из вот этих параметров. Но, знаете, здесь возникает второй вопрос такой, другой вопрос по поводу именно мощности проекта, о том, что сейчас уже начались исследования рынка, хотя говорится о том, что старт этим исследованием будет дан летом 2021 года, то есть текущего года, нового года, но при этом, когда мы говорили с той же государственной нефтяной компанией Азербайджана, говорилось о том, что уже предварительное исследование рынка, оно стартовало, началось. Вот если учитывая все, что сейчас, опять, я не могу обойти стороной то, что происходит в мире, потому что это невозможно оставить в стороне, это те риски, это то, что происходит. Никто этого не ожидал, но я уверена, что, когда задумывается проект, все это планируется, скорее всего, закладывается в него какая-то там доля определенная, что как будет, что будет, какие варианты могут быть, как можно из той или иной ситуации выходить. И вот здесь по поводу увеличения его мощности, вот какие страны вскоре, по вашему мнению, могут примкнуть к проекту и использовать его мощности для того, чтобы свои энергоресурсы уже выводить на европейский рынок? Иль Горбей. Ну, думаю, в скором времени это вряд ли случится, на самом деле. Разговоры, конечно, идут, и тут надо понимать, что вопрос о технической пропускной способности всего Южного газового коридора, она составляет порядка 16 миллиардов кубометров в год. То есть из них 6 миллиардов оседает в Турции, здесь миллиардов дальше по ТАПу перенаправляется в Европу, и технически есть возможность эти объемы расширить даже в два раза, путем построения компрессорных станций или дополнительных веток и прочее. Но надо понимать, во-первых, это все упирается в два самых главных вопроса. Во-первых, нужны ли Европе эти дополнительные объемы, и есть ли, да, откуда их брать, кто будет поставщиком. Но в этом плане вы упомянули, например, другие страны, но надо еще смотреть на возможности самого Азербайджана в первую очередь. Потому что мы же все-таки не транзитная страна, мы страна-производитель-экспортер. Если будут такие запросы у европейских покупателей, то возникнет логичный вопрос, может начать уже третью стадию шахтанис. Это же потому что гигантский проект, один из крупнейших в мире, там доказаны запасы более 1 триллиона кубометров. То есть там есть потенциал. Кроме шахтаниса у нас есть многочисленные другие проекты, другие залежи. У нас разрабатывается Абширонское месторождение, там оператор тоже европейская, французская, у нас Умид, Бабек, Шафака, Симан, у нас глубоководная часть Азербайджана. Да, перспективных структур очень много. То есть много у нас проектов. А если все-таки уже с позиции привлечения других стран, то очень много говорится про Туркменистан? Говорится, но там возможности по поводу того, как это будет происходить. Вот Александр Сергеевич хочет что-то добавить. Ну, про Туркменистан это интересная мысль. Насколько я понимаю, скажем так, интерес Китайской Народной Республики в Туркменистане к ресурсам Туркменистана настолько велик, а возможности по поставкам в Европу из этой страны настолько технически мало изучены, я очень мягко скажу, что предположить, что в ближайшие лет 10 может возникнуть проект по поставкам туркменского газа в Европу, ну не приходится. Тем более мы помним печальную судьбу таких проектов, как НАБУКО, как НАБУКО ВЕСТ, которые, в общем-то, ориентировались не только на азербайджанские ресурсы, но в том числе и на ресурсы Туркменистана. Что касается вот вопроса ранее, ну, собственно, изначального вопроса, я тут пару хотел по замечанию своих соображений сделать, что теоретически, вот если предположить, что у Азербайджана появляет, ну, здесь возникает действительно ряд вопросов, что нужно выделить инвестиции для дополнительных добычных мощностей, нужно выделить инвестиции для дополнительной, ну, для расширения линейной части, то есть для самого вот газопровода. И, опять же, на это должно уйти от 6 до 10 лет. Это при условии, что есть спрос в Европейском Союзе, и есть добычные, опять же, возможности у Азербайджана. Предположим, они есть. В таком случае в Европе при прочих равных условиях спрос мог бы возникнуть в той же Италии и на тех же самых Балканах. Сейчас планируется газификация Балканского полуострова, который является очень-очень скромным потребителем газа, даже, вот, собственно говоря, из Южного газового коридора туда будет поступать, если я не ошибаюсь, порядка 2 миллиардов. 2 миллиардов, да. И 8 будет идти в Италию. Италия сейчас может стать более крупным импортером неевропейского газа, вот так сформулируем, потому что сейчас она получает часть газа от Норвегии, часть от Нидерландов. В Нидерландах добыча будет снижаться в ближайшие пару-тройку лет, при том значительно, примерно на 19 миллиардов кубов. И здесь уже возникает вопрос о том, что даже при сохранении текущего уровня спроса в Европе в целом, в Италии в частности, необходимо будет наращивать импорт. И тут уже действительно возникает вопрос об импортерах. С другой стороны, у той же Италии есть представительные мощности терминалов сжиженного природного газа, ну и есть определенные планы по расширению этих мощностей. Есть эти определенные планы, действительно эти планы, да, о планах говорилось. Или, Горбя, вы хотите что-то добавить? Но здесь есть момент еще по поводу того, что мы говорили тоже с вами до начала эфира, по поводу вот этих транзитных возможностей. Да, есть такой мощный энергетический проект, инициатором которого выступает Азербайджан. Да, вот этот проект реализован. Три с половиной тысячи километров, четыре сегмента проекта, да. И вот этот проект, его возможности, с геополитической точки зрения, то есть эти транзитные возможности, то, что примкнут другие страны, могут примкнуть. Это очень хорошо, конечно, да, это замечательно, мы с вами говорили об этом. Но вот если брать с коммерческой точки зрения, насколько это будет выгодно Азербайджану использовать этот проект в качестве именно транзитного такого трубопровода? Да, на самом деле, очень актуальный вопрос, и, к сожалению, часто игнорируется он, потому что, ну, при первом, когда приглядываешься, кажется, что выступать в роли транзитной страны, на самом деле, очень интересно и заманчиво. Но если приглянуться, нужно все-таки посмотреть на структуру ценообразования азербайджанского газа. Те же самые вопросы коллега тоже затронул, что вот азербайджанский газ, он на европейском рынке, по крайней мере, цена будет образовываться путем индексации рыночных котировок. Что это означает? Чем больше потенциальных поставщиков на европейском рынке, соответственно, по логике вещей, цена должна опускаться. С коммерческой и с экономической точки зрения это Азербайджану не выгодно. Да, диверсификация источников и маршрутов поставок. Да, естественно. И поэтому как бы своими руками по своей же трубе на этот же рынок привозить своих конкурентов, с одной стороны, это экономически может быть невыгодно. И очень даже хорошо, что на первом этапе даже эта тема не обсуждается так актуально. Потому что, как мы сказали в начале, первый этап это 10 миллиардов, нужно окупить расходы проекта, какие-то серьезные разговоры об увеличении мощностей. По-моему, сейчас такие разговоры не ведутся. Разговоры не ведутся, но при этом говорится о юридической гарантии, надежности экспорта азербайджанского газа в Европу. Мы с вами это тоже обсуждали. И что Азербайджан подписал, как мы говорили в начале, долгосрочный контракт на 25 лет. Вы даже сказали 12 контрактов с разными потребителями, которые будут получать. Хотя при этом мы говорим о том, что вот и Александр Сергеевич напомнил, что Италия будет получать 8 миллиардов кубометров, и 2 миллиарда это пойдет уже в Грецию и Болгарию. Но вот если говорить все же о надежности экспорта азербайджанского газа в Европу, о долгосрочном контракте, учитывая изменения в мире, о которых мы с вами говорим, на рынке потребления энергоресурсов из-за спада экономик, будут ли делать ставки на краткосрочные и среднесрочные контракты? Мы говорили, бери или плати. А вот краткосрочные и среднесрочные, это немножко другое. Ну, все верно. Просто тут все-таки газовый рынок кардинально отличается от нефтяного тем, что недостаточно просто иметь газ, нужно его выводить к покупателям. А это уже ограничена география, в котором ты находишься. И в нашем случае наши ближайшие соседи, главные покупатели, это Турция и Грузия. С ними как раз-таки наши контракты, они по большей части были краткосрочными и среднесрочными. По большей части там цена образования строилась по другому принципу, с привязкой на нефть. Иногда фиксированная даже цена для Грузии, если не ошибаюсь. То есть, если посмотреть с той призмы, которую вы огласили, идет своеобразная диверсикация и контрактов тоже по типам. То есть, у нас с одной стороны краткосрочные фиксированные ставки, с другой стороны в самой Европе долгосрочные с индексацией на рыночные цены. То есть, своего рода вот эта диверсикация по типам контрактов и по подвидам ценообразования, она и эта диверсикация имеет место быть на самом деле, на практике. Это международный опыт, да, Александр Сергеевич? У России же ведь точно так же. Я хотел заметить, что вы подняли тему, которой можно несколько часов посвятить, потому что вы подняли тему, которая является одним из главных камней преткновения в принципе в экспертном сообществе, о росте доли краткосрочных контрактов по отношению к долгосрочным контрактам, при том на всех уровнях, на всех рынках и на всех типах поставок, то есть и на трубопроводных, и на СПГ. Дело в том, что какое-то время говорилось о том, что краткосрочные контракты, так как они более выгодны потребителям и более отвечают неким абстрактным, достаточно рыночным идеалам, то они будут постепенно вытеснять долгосрочные контракты. Но в какой-то момент этот процесс застопорился, объем краткосрочных контрактов, при том по западному, в западной традиции краткосрочным считается вплоть до 4 лет, например в России это уже среднесрочный контракт, ну будем вот, краткосрочный это до 4 лет, контракты, доля их перестала расти, где-то на 28% она застопорилась. Потом она немножко выросла в 2019 году и сейчас она судя по всему снова будет зафиксирована на вот этой третьей. Поэтому я бы не ожидал, что какие-то будут подвижки в отношении по крайней мере азербайджанского проекта и выдавливания вот этой долгосрочной составляющей за счет краткосрочных контрактов, тем более, что покупатель в данном случае также заинтересован, насколько я могу судить по мнению европейцев, также заинтересован в долгосрочном характере этого соглашения. С вами согласна. Но здесь снова возникает тот вопрос, о котором мы говорили с вами, об исследованиях рынка, о том, что аналитики, эксперты исследовали рынки еще до того, как появились эти проекты, до того, как то, что произошло сейчас с экономиками стран, то, что сейчас переживает мир. И тогда по их исследованиям получалось так, что к 2020 году Европа будет заинтересована в импорте газа, то есть ее зависимость от импорта газа она возрастет до 70%. Я помню, когда наш проект начинался, как мы говорили об этом, как об этом говорили аналитики, и за счет чего по прогнозам это должно было увеличиться, за счет того, что будет огромное количество электростанций, которые будут работать на природном газе. Ну, во всяком случае, так давалось в этих аналитических выкладках. Если это учитывать спустя годы, уже находясь в этом времени, то можем ли мы точно так же говорить сегодня и насколько вот эти прогнозы они перетерпели изменения и о каких показателях мы можем говорить сегодня? Ну, знаете, вот, если честно, чем больше читаешь эти исследования и прогнозы, тем больше начинаешь путаться в них, потому что там столько претворительной информации. И на самом деле... Я согласна с Эльгарбеем. Любые прогнозы по энергоресурсам, по ценам на нефть и газ, они всегда взаимосвязаны. Это дело неблагодарное, потому что там очень легко запутаться. Цена на нефть всегда колеблется, она всегда волатильна, мы знаем. Это мы знаем, да. И с другой стороны, понимаете, вот, это же не новая тема, это же не новое явление. Вся эта волатильность, она имела место с первых дней индустрии. И все партнеры консорциума, они, конечно же, это учитывают. Насколько будет меняться потребление, насколько будет меняться спрос, они делают своеобразные подсчеты, готовятся ко всем этим колебаниям. В Европе, с одной стороны, вот как вы говорите, эксперты пишут, что будет там огромный скачок в потреблении, будет спрос на газ. А с другой стороны, та же Европа, очень огромная тенденция на уменьшение энергопотребления путем увеличения эффективности. Там же увеличение доли альтернативных источников энергии. Зеленые технологии. Зеленые технологии. А это все бывает за счет выдавливания как раз-таки конвенционных источников энергии, а газ один из них. Правда, если брать именно иерархию, получается, что все-таки после альтернативных источников газ как бы на втором месте. То есть газ, возможно, будет выдавливать уголь, атомную электростанцию, и поэтому, возможно, потребность газа будет. Но, как я сказал, тут как бы палка о двух концах. Александр Сергеевич, я хотел заметить, что действительно прогнозирование дело неблагодарное. Кроме того, многие прогнозы, ну, в ряде случаев прогнозы, являются некой подушкой безопасности для привлечения финансирования. И действительно, в нулевые годы особенно активно говорилось о том, что в Европе наступает век газа. Под это дело выделялось очень много денег, и было построено порядка 120 гигаватт газовых электростанций. Многие из них к настоящему моменту к огромному сожалению закрыты из-за неэффективности, а неэффективность связана с непродуманной, на мой взгляд, политикой в отношении зеленой энергетики, которая развивалась во многом за счет вытеснения, ну, за счет вытеснения традиционной, притом не за счет честной конкуренции, а за счет того, что ей давался приоритетный доступ к сетям. То есть, начало солнышко светить, электричество пошло, газовые электростанции подвиньтесь. Газовые должны подвигаться, потому что именно газовые электростанции проще всего наращивают и сокращают производство электроэнергии. Но, в данный момент в Европе много идет разговоров о зеленой сделке, о развитии водородной энергетики, и планируется, что к 30-му году будет производиться, ну, если в газ, в газовую составляющую переводить, порядка 100 миллиардов кубических метров водорода, притом из воды. И это является на данный момент, опять же, в экспертном сообществе главным обсуждаемым риском для традиционной энергетики. Однако, как мы видим действительно сейчас по существующей статистике, во-первых, согласно самим планам Европейского Союза выдавливается уголь из электрогенерации, и он замещается не только возобновляемыми источниками, но и газом. Наиболее яркий представитель здесь Германия, в котором даже в 2020 году доля газа постепенно увеличивалась, и как это происходило во все предыдущие годы. В то же время доля угля сокращается. В этом плане перспективы для газа весьма хороши, не только как для первичного источника энергии как такового, но и для необходимого при развитии зеленой энергетики регулятора пиковых потреблений мощности. Ведь, очевидно, что электричество потребляется неравномерно, и вот эти пики надо сглаживать. Для их сглаживания годится исключительно газовая генерация. Опять же, понятно, что есть ряд частностей, но нам формат не позволяет их раскрыть. Ильберг, разрешите в этой связи задать вам такой вопрос по поводу тех же зеленых технологий и того, что происходит. Мы говорим о традиционных, таких, нетрадиционных альтернативных источниках энергии, возобновляемых источниках энергии. Сейчас действительно делают ставки, но помните, вы сказали о том, что когда мы говорим о транзитных возможностях, здесь есть небольшие риски для Азербайджана. А когда мы говорим о тех же зеленых технологиях, о тех же ставках на нетрадиционные источники энергии, о чем говорил сейчас Александр Сергеевич к 2030 году, правда? Да, вы сказали, есть уже выкладки. К 2030 году, да. Да, если говорить об этом, то получается, что есть некая опасность для тех наших перспективных проектов, месторождений по разработке сейчас природного газа? Или же нет никакой опасности? Ну, я думаю, все-таки возобновляемые источники энергии, они ведь постепенно даже по цене начали приравниваться, уже приближаться к цене конвенционных энергоресурсов, а в некоторых случаях даже все-таки обходится дешевле. Но это все-таки страны Западной Европы, это все-таки Германия, это Испания. Наш газ выходит на Южную Европу, выходит на рынки Восточной Европы, это Болгария, это Италия, Греция, как мы сказали. В этих странах говорится о том, что сильны возобновляемые источники энергии, по-моему, пока еще преждевременно. С другой стороны, опять же, надо еще выдавливать уголь атомной электростанции, то есть там высволождается все-таки потенциал для газа. Да, я с вами согласна и даже поддержу. Но Александр Сергеевич, у нас времени не так много остается, и есть такой вопрос, о котором мы тоже говорили, и вот с Эльгарби им тоже обсуждали. Учитывая уже поставки азербайджанского газа в Европу, вновь стал актуальным вопрос, и даже многие СМИ пестряли заголовками по поводу вот Южного газового коридора и конкуренции с Россией. То есть почему? Вот вроде бы неоднократно уже подчеркивалось, неоднократно говорилось о том, что совершенно не конкурент, альтернативный источник, совершенно не идет речь о каких-то других объемах, да, но вместе с тем эти разговоры продолжаются, что Южный газовый коридор представляет некую конкуренцию проектам России. Ну, как завещал великий Гегель, это диалектично, с одной стороны мы действительно конкурируем, особенно на рынке Турции, особенно в 2020 году, особенно в первой его половине, так уж получилось, а с другой стороны, в основном разговоры раздувают сами европейцы, потому что им необходимо, они совершили, опять же, вот мое личное оценочное осуждение, они совершили ряд ошибок фундаментальных при планировании, при составлении своей стратегии в энергетической сфере, они предполагали, что они являются рынком покупателя, то есть, как только они скажут все в гости идите к нам, тут же набегут поставщики газа и начнут конкурировать друг с другом для того, чтобы сбивать цену, а европейцы будут выбирать, у кого взять подешевле, но в реальности Европа в силу географического положения, в силу ряда других особенностей не является рынком покупателя, она является классическим рынком, где и покупатель, и продавец находятся в абсолютно равных условиях, но показывать исполнение своей стратегии нужно, а в рамках этой стратегии необходимо демонстрировать диверсификацию источников поставок, в первую очередь трубопроводного газа, потому что в области СПГ все достаточно красиво, по крайней мере на бумаге, мы закроем глаза, что 70% СПГ терминалов простаивают, это неважная информация, из трубопроводных поставок первоначально планировалось начать реализацию на букву с 2002 года, проект благополучно умер, и здесь возникает Азербайджан со своим отдельно взятым проектом, и говорит, мы готовы поставлять, это вызвало невероятную радость, и эта радость в том числе подчеркивается тем, что этот проект является заменителем российского газа, это проект, вот видите, мы же говорили, мы будем их искать, будем эти проекты реализовывать, вот, пожалуйста, мы не ошиблись, мы делаем. Тот вопрос о том, что уже с 22-23 года на одном только Грёнингене пропадет 19 миллиардов кубических метров газа, и в этом плане поставка 10 миллиардов из Азербайджана является лишним большим заменителем этих поставок, и мы здесь, собственно, и Россия, и Азербайджан находятся в условиях, когда необходимо будет наращивать поставки, ну, просто потому, что импорт газа будет расти в Европе, это, опять же, игнорируется, диверсификация поставок, значит, это против России, вот, смотрите, какой замечательный проект. Ну, как-то так. Спасибо, Александр Сергеевич, да, Ильгар, да, вы хотели что-то добавить? Я тоже, да, если вы не против, я коротко просто хочу дополнить, думаю, с коллегой я тоже соглашусь, на самом деле, ведь нужно посмотреть на статистику, да, в этих статьях я их тоже читаю, о том, что Азербайджан выдавливает, вытесняет Россию, но если приглядеться к статистике, и хорошо, что вот начало года, прошлогодняя статистика уже, она доступна, вот, что такие наши 10 миллиардов для европейского рынка? Да, мы можем говорить о том. если посмотреть прошлогодний объем потребления в Европе, 470 миллиардов кубометров, а наши 10 миллиардов это буквально 2%, это ничтожная, малая доля европейского рынка. мы будем говорить, как капля. Ну да, тот же Газпром за прошлый год доставил до 200 миллиардов кубометров, 20 раз больше азербайджанских объемов. 179 в прошлом году упали поставки, ну, собственно, в связи, да, понятным причем. Да-да-да-да, там 179, ну да. Да, поэтому говорить о какой-то серьезной конкуренции, это не серьезно. Хорошо, большое вам спасибо, дорогие гости, за то, что подключились, да, и ответили на наши вопросы, было очень интересно. Да, Ильгар, и вам отдельная благодарность за хары бель-бель. Всегда, пожалуйста. Да, Александр Сергеевич, это вот символ у нас, такой цветочек, хары бель-бель, это еще светлая память, светлая память наших храбрых воинов. Это все связано с Отечественной войной 2020 года, когда Азербайджан свою, восстановил справедливую такую, да, позицию, отстоял свою справедливую позицию, восстановил территориальную целостность страны. Я напомню нашим телезрителям, что в эфире телеканал СБС, мы сегодня с вами говорили, о том, что Азербайджан начал коммерческие поставки газа по трансадриатическому газопроводу, который является частью проекта Южный газовый коридор. В гостях телеканала СБС находился Ильгар Мехти, он учредитель и руководитель консалтинговой компании Эквита, а также юрист-международник. На связи со студией из Москвы был у нас Александр Фролов, это заместитель генерального директора Института национальной энергетики. Еще раз вам большое спасибо, удачи, самое главное, крепкого здоровья и успехов нашим телезрителям. Также оставайтесь с телеканалом СБС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова